Во всех городах присутствие СГК закончился отопительный сезон, а это значит, надо готовиться к новому. Ведь весна в этом году не особо баловала теплом, и нужно сделать все из запланированного за короткое лето. Гидравлические испытания Гидравлические испытания еще раз сокращать время отключения у потребителей ресурса по горячей воде. Стремимся к 7 дням сократить в полном объеме отключение. Данные мероприятия позволяют нам сокращение сроков, лишь полный объем выполнения работ предыдущих лет, очень большой объем перекладок. Поменяли структуру гидравлики самой, применяем новые технологии, и за счет связи удается подключить потребителей даже раньше срока. В 2023 году СГК продолжит инвестиционную программу по обновлению тепловых сетей. По объему работ в этом году флагманом остается Красноярский край. Там ремонту и реконструкции подлежат 50 километров тепловых сетей. В этом году мы начали как никогда рано. Объем очень большой, чтобы все успеть, мы с февраля месяца уже начали ремонт и модернизацию тепловых сетей. Все ремонтные работы и новые строительства ведется по схеме с строительством временных тепловых сетей. Ограничение по горячей воде буквально на несколько часов для переврезок. Поэтому горячая вода летом и отопление зимой при ремонте строительства соблюдается и всегда потребительно с теплом, с горячей водой. Вода подается по временным схемам, которые мы монтируем предварительно до начала реконструкции тепловых сетей. Суммарно в 2023 году СГК заменит 183 километра 600 метров тепловых сетей. Вот так этот объем распределится по городам присутствия. Вдвое больше в этом году заменят тепловых сетей в Новосибирске. Более того, компания вложит полтора миллиарда рублей в строительство и реконструкцию муниципальных тепловых сетей. В этом году планируется замена тепловых сетей на 31 участке. Из них 4 по капитальным ремонтам и 27 по программе капитального перевооружения. Половина участков является муниципальной собственностью. На сегодняшний день приступили к работам на 6 участках. 4 участка на собственности НТСК и 2 участка муниципальных тепловых сетей. Много вопросов мы получили по восстановлению нарушенных территорий улицы Дворов. Где этим отопительным сезоном проводили ремонтные работы. Эти работы было невозможно выполнить в зимний период. Поэтому мы ждали тепла. И с приходом тепла возобновили работы по благоустройству территорий, где проводили в зимнее время ремонты. При выполнении данных работ, особенно во внутридомовых каких-то территориях, мы испытываем стесненные условия. А также какие-то бесхозные заброшенные постройки, автотранспортные средства брошенные. В конечном итоге мы находим решение этих проблем, приводим территорию вот этого объекта как минимум к прежнему виду, а как зачастую получается к лучшему. В конечном итоге работы по благоустройству принимают сами жители. И работа будет считаться тогда оконченной, когда у жителей не возникает каких-то претензий или вопросов. Не останавливаются масштабные работы на объектах генерации. Особое внимание уделено проектам, которые участвуют в программе ДПМ-2. В Красноярске на ТЭЦ-1 уже введены в эксплуатацию 8 электрофильтров. Продолжается строительство еще 7. Возводятся новые котлы. На ТЭЦ-3 идет монтаж современного энергоблока. На Томусинской ГРЭС готовится к реконструкции энергоблока номер 6. Смонтирована первая градирня. Ведутся строительные работы на второй и третий. Помимо Томусинской ГРЭС, у нас помимо большой строки, которую мы там ведем, у нас планов очень много в каждом городе. В Кемерово у нас большую важную работу в этом году мы начали по ремонту газоочистного оборудования. На 14 и 16 электрофильтах в Кемеровской ГРЭС заменим оборудование, отремонтируем. Большая работа, будет продолжаться все лето. И тут к началу топительного сезона планируем ее завершить. Поэтому придется подождать, но работа важная и нужная, и будем ее делать. По тепловым сетям большую работу продолжаем. В этом году процентов на 30 объемы увеличили. По городам присутствуют все контракты у нас на руках. Подрядчики выбраны. Согласования получены. Начинаем работать. Самое пристальное внимание сейчас приковано к Приморской ГРЭС. Она участвует в государственной программе модернизации энергетики Дальнего Востока. Реконструкция первого энергоблока уже завершена. Работы идут на пятом, восьмом и девятом. Приморская ГРЭС у нас находится в модернизации с прошлого года. Это, наверное, самый крупный, самый важный объект из всех, которые у нас попали в программу ДПМ. После вот этой модернизации мы считаем, что Приморская ГРЭС должна выйти из нее абсолютно обновленной станцией. Самая крупная электростанция СГК, Ревтинская ГРЭС, в этом году провела капитальный ремонт энергоблока номер 10. Заменили трубчатый воздухоподогреватель весом 2500 тонн. Установили систему шарикоочистки конденсаторов. Ремонтная кампания на Ревтинской ГРЭС в самом разгаре. В соответствии с годовым графиком ремонта энергетического оборудования уже проведены ремонты на четырех энергоблоках станции. Осталось провести на шести. Конечно, все, о чем мы сегодня вам рассказали, это только малая часть работ, которые проводятся на объектах СГК при подготовке к зиме. Как прошел отопительный сезон этого года, можно посмотреть в нашем публичном отчете. Ссылка будет в описании. Также не забывайте, что вы всегда можете оставить свои комментарии и задать вопросы под этим видео. Либо на наших официальных платформах ВКонтакте и Телеграм. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok